5, 4, 3, 2, 1, time to start. Я боюсь, мне страшно, а мама, а включи мне музыку, иди пожалуйста, а мама, я описываю все. Мама, это ты? Мама, я боюсь. Эвил Твин Киприенс Хроникл. Красочная детская аркада, пришедшая на PC с телевизионных присталов. Но для веселой детской игрушки Эвил Твин немного мрачновато и излишне психоделично. С другой стороны, все основные приметы жанра налицо. Сказочный сюжет – игровой процесс, сводящийся в основном к исполнению сложных акробатических трюков. Начнем с сюжета. Маленький мальчик по имени Киприен оказывается в сказочном мире. Мире детских страхов и фантазий. В сказочном мире он оказался не просто так. Перед ним стоит весьма сложная задача – спасти своего приятеля, говорящего плюшевого Мишку Ленни. Куда он подевался? Сякого барахла полно. О, пожалуйста. Что это такое? Что это? Что это? О, это еще что-то, как-то. Что? Где пистолет? Где? Да, но с таким вообще ни в одну приличную группу оказываться нельзя. Так, а это что у нас такое? Ну вот это как-то. Это так. Где выстрел? Я не понял, что игрушные эти пистолеты, что они, вообще без патронов выпускают, что ли? Это игрушные. Я же имел в виду игрушные. Не в смысле, что я, а в смысле, что калибр, там, 5,65, например. Вот это калибр, это игрушные. Я вот что имел в виду, калибр. Это что у нас такое? Вот это уже, понимаешь, вот с таким оборудованием. Уже можно кого-нибудь спасти. Для того, чтобы выполнить миссию, вам придется тщательно исследовать 8 островов, которые населяют более сотни разновидностей монстров. Киприен далеко не беззащитная жертва. В минуты смертельной опасности он может вызвать на помощь своего двойника. Супер Киприен. Разумеется, ни десятилетний мальчик, ни его мистический двойник не умеют пользоваться ни огнестрельным, ни холодным оружием. Но зато в совершенстве владеют магией. Обилие врагов игре поражает. Говорить про них бессмысленно. Их надо видеть. Хотя прохождение игры линейно, вам не раз придется возвращаться на уже пройденные уровни. Петлять между островами, из которых состоит игровой мир. По условиям игры пушкой я не могу пользоваться. Не могу. И все. Вот такая игра. Ненавижу я такие игры. Ненавижу. Я должен сидеть, понимаешь, и читать какие-то, выучивать, вспоминать заклинания. Вместо того, чтобы дать между глаз один раз, и все. Я бы уже десяток гадов положил бы. Пока это вот, вот это вот. Вот это вот. Значит, камни против истолченного хвоста водяной крыты. Ну что это такое? О, полнолуние. Встаньте. Так, и повернитесь лицом к Лысой горе. Ну что, это нормально? Что это? Где эта Лысая гора? Где она находится? Лысая гора! Эй! А полнолуние что это такое? Что мне теперь? Географию или астрономию учить? Так, попробуем вот так вот. А, крибли, крабли. Мама! Ма! Я, кажется, что-то перепутал и опять обезвался. Как и многие игры, пришедшие из телевизионных приставок, Эвил Твин не радует удобным управлением. Тем более, что игровой процесс состоит из бесконечной серии прыжков и преодоления замысловатых препятствий. Невзирая на то, что игра является стандартной аркадой, разработчики не поленились придумать для нее неплохой сюжет, за развитием которого вы можете следить, просматривая многочисленные красочные ролики. А для того, чтобы оценить сюжет игры по достоинству, лучше приобрести официальную локализацию этой игры от компании 1S. Игра порадует всех тех, кто соскучился по хорошим платформенным играм. Системные требования. Pentium 2300, 128 МБ памяти, 3D-ускоритель.